То есть, надо понимать, что четверо детей умерло. О чем это говорит? По всей видимости, о высокой детской смертности. Четырех детей похоронить. Если ее замуж отдали... Я не знаю, во сколько у них принято. В 14-15. Как у нее жизнь... Я не знаю. Книжку я не читал. В 14-15 отдали. То эти четверо детей, поскольку противозачаточными средствами пользоваться нельзя. И даже промежность вытирать не надо. То беременеть ты будешь каждый год. Постоянно. Ну и соответственно, она лет до 20 должна была четверых уже родить и похоронить. В основном дети до трех лет умирают. Там-то большие какие-то. Под 10, если не больше. Значит, да. Ей там лет в пределах 20 должно быть. Может чуть больше. Но не 40. Как ей в кино. Почему дальше не рожаешь? Чуть не ясно как-то. Если уж на то пошел. Муртаза показал, но посеял. Класс. После бани. Муртаза. Ну, что тут сказать. Это результаты действия народной медицины. Которая, как известно, самая лучшая на свете. Ну, первая, как ты понимаешь, это горячая молитва. В рамках которой Аллах дал, Аллах забрал. И не твое это дело вообще. И горячая молитва почему-то не помогала. Как-то так получалось. Пока антибиотики не придумали. Эти. Атеисты проклятые. Аметисты. Чертовы. Народная медицина там свирепствовала просто. В каждой хате по ведьме. Знахарю колдуну целебные травы. А детская смертность вот такая почему-то. Как же так? Лучше всего, конечно, народная медицина выступила во время эпидемии чумы. Про это в другой раз. Пришли и безбожники и сказали, что надо мыть руки. Да. Это тоже важно. Редактор субтитров.